Дорогие друзья, многие из вас слышали в этой жизни слово психосоматика. Но далеко не все понимают, что это за раздел клинической психологии, что он изучает и почему многие заболевания физического тела называются психосоматическими. Слово психосоматика древнегреческое и имеет две корневые основы – психе, что есть душа, и сома, что есть тело. Это раздел в медицине, так называемая психосоматическая медицина, изучающая влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических, то есть телесных заболеваний. В греческой философии и медицине существовал постулат о влиянии души на тело. Такая же идея присутствует в описании чакральной системы в аюрведической медицине древних. Да и в современном мире кто из вас не слышал поговорку, что все болезни происходят от нерва? Не все, конечно, но хронические очевидно. Древние врачеватели были убеждены, что все хронические заболевания имеют корень своего происхождения в психических переживаниях, таких как страх, ненависть, гнев, депрессия, самоуничижение, внутренние противоречия, зависть, мотивация условной выгоды и многие другие, производные от страха. Ибо страх – первопричина всех без исключения заболеваний. Страх – есть корень всех вышеперечисленных негативных эмоций. Среди самых распространенных заболеваний психосоматического характера можно выделить весь спектр онкологических заболеваний. Практически все кожные заболевания, такие как псориаз, экзема, нейродермит, почти все заболевания сердечно-сосудистой системы, бронхиальная астма, амнезия, что есть потеря памяти, инфаркт, инсульт, аритмия, сосудистая дистония, гипертония, желудочно-кишечные болезни, язвенный колит, ревматоидный артрит, сахарный диабет, сексуальное расстройство, аминорея, что есть задержка месячных, анемия, что есть малокровие. И этот список можно продолжать долго. Важно получить понимание о классификации заболеваний с целью связать их с основными системами жизнеобеспечения человеческого тела, коих в человеке семь. Пищеварительная система, репродуктивная система, кожные покровы и слизистые оболочки, сердечно-сосудистая система, включая систему дыхания, эндокринная система, включая лимфатическую, нервная система, эскелетно-мышечная система или попросту опорно-двигательный аппарат. Каждая система жизнеобеспечения предназначена для выполнения совершенно определенных функций и управляется электрическими импульсами, то есть цифровыми программами. Из центрального биопроцессора, коим является мозг человека, посредством передачи этих управляющих импульсов через нервные волокна, которые соединяют все без исключения органы в человеке. И академик Павлов, и профессор Скиннер, изучая тело человека, пришли к неоспоримому выводу. Человек является совершенной биологической машиной. Душа выполняет роль пилота, водителя, хозяина этого биологического агрегата и эксплуатирует его в течение жизни. Аюрведическая и древняя медицины базировались на исцелении причин хворей человека вкупе с их телесными проявлениями, поскольку проявление болезни на симптоматическом плане есть не что иное, как индикация водителю тела, то есть нашему сознанию, о неисправности какой-либо системы жизнеобеспечения нашего биологического объекта, тела человеческого. Современная ортодоксальная медицина сознательно искажает правду о невозможности исцеления хронических заболеваний, поскольку производителями химических лекарств ставится экономическая задача извлечения прибыли, а не излечения. Современная фармакология отключает датчики, сигналы о неисправности, но не устраняет причину самого заболевания. Это просто бизнес и ничего личного. Человек должен жить долго, но на их препаратах и в страдании. Причины к этому понятны путем простого логического умозаключения. Фармакологические компании – это большие международные концерны с сотнями тысяч сотрудников и многомиллиардными оборотами. Вопрос – что произойдет с бизнесом, если люди перестанут покупать лекарства в связи с выздоровлением? Ответ, думаю, очевиден каждому. Именно поэтому транснациональные фармакологические гиганты выстроили схему зависимости. Они финансируют государственные институты здравоохранения, одновременно диктуя политику регламентного использования только их продукции. Человек, врач, поставлен в невозможную жизненную ситуацию. Или следовать регламенту, или не работать в государственной системе здравоохранения вообще. В государственных лечебных учреждениях врач не имеет никакой возможности лечить пациента препаратами, не входящими в специальный список, одобренные теми же, кто эти лекарства и выпускает. Если врач начинает назначать что-то не по регламенту, его ждет увольнение, лишение пособий и пенсии и еще много других не менее неприятных событий. Многие из врачей по призванию души просто вынуждены увольняться из государственных предприятий и врачевать посредством частной практики. Тем не менее, в мире есть еще страны, такие как Куба и Северная Корея, которые следуют клятве Гиппократа и их основная задача – излечить пациента. Также и лекарства, которые они применяют и изготавливают на территории этих стран, состоят из минералов и растений, а также компонентов биологического природного сырья. Химически синтезированные препараты не предназначены для лечения хронических заболеваний. Антибиотики могут вылечить пневмонию, сепсис и прочие остро протекающие заболевания, но не хронические заболевания. Единственное достойное одобрение современной медицины – это травматология, хирургия и стоматология, ибо они приносят неоспоримую пользу. Давайте рассмотрим подробно механизм причинно-следственной связи между переживаниями и хроническими заболеваниями тела. Для понимания этих взаимосвязей необходимо понять, как происходит информационный взаимообмен между отдельными органами человеческого тела и мозгом, той системой управления, которая определяет функционирование всех органов. Итак, каждый орган выполняет свои функции посредством электрических импульсов, которые посылает мозг в определенный орган, который в свою очередь посылает ответный сигнал подтверждения в мозг, сообщая ему о своем текущем состоянии. Происходит непрерывный обмен информационными сигналами, управляющими программами, где мозг выполняет функцию процессора, который корректирует работу каждого отдельного органа. Получает информацию о всех органах в целом и синхронизирует их взаимодействие по базовым алгоритмам. Это похоже чем-то на базовую прошивку любого электронного устройства, только в более сложной конфигурации. У каждого органа есть заданные границы нормального функционирования, то есть определенные пределы, в рамках которого орган способен выполнять свои задачи без патологии. К примеру, когда вы на солнце перегреваетесь, вы ищите тень, а когда замерзаете, ищите тепло. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Есть определенные требования и к топливу, то есть к пище, которая может быть расщеплена пищеварительной системой и превращена в энергию, благодаря которой тело человека функционирует. В восточной философии и медицине эту энергию называют дзен. Фактически это электричество или, как называют мистики, стихия огонь. Мужское начало. Если заправить дизельный автомобиль спиртом или бензином, агрегат выдат из строя и механизм испортится. То же самое происходит и с нашим биомеханизмом. Топливо, то есть пища, воздух, вода должны соответствовать параметрам качества для оптимальной работы тела. Я рассказал о материальных параметрах выше. Это один фактор. Вторым фактором является работа центральной нервной системы на сознательном уровне и влияние этих эмоциональных и мыслительных процессов на те программы, которые мы не контролируем сознанием, такие, как сердцебиение, дыхание, кровоток, выделение слезных желез и многие другие. Человеческое сознание содержит четыре функции, при помощи которых мы осознаем себя в этом мире и которые взаимосвязанно влияют на бессознательные функции, описанные выше. Эти функции следующие. Чувства, осязание, обоняние, слух, зрение и вкус, при помощи которых осуществляется ввод информации из внешнего мира в наше осознание, мысли, при помощи которой человек осуществляет построение логических цепочек, прогнозируя события в зависимости от полученных данных, включая банк данных нашу память. функция интуиция отвечает за получение ментальной информации из подсознания и надсознания из темных областей, недоступных нашему осознанию. функция эмоции в психосоматике ключевая, ибо именно эмоции проявляют свое действие в центральной нервной системе, влияя на работу органов и изменение их биохимических параметров. функция необходимая для выживания человека как вид, ибо именно она отвечает за инстинкты, мгновенные реакции на опасность. Также эмоции отвечают за систему размножения и многое другое. Когда человек испытывает эмоции, изменяются физиологические параметры органов под воздействием нейромедиаторов, которые выделяют специальные железы без контроля ума и автоматики человека. Итак, как же возникает хроническое заболевание на основе эмоциональных переживаний индивидуума? Человек, основываясь на логических цепочках рассуждений негативного характера, то есть находясь в состоянии перманентных страхов и их следственных эмоциональных форм, таких как гнев, презрение, обида, пренебрежение, месть, чувство вины, осуждение, разочарование, депрессия, жажда власти и многих других, активирует стабильный выброс нейромедиаторов, фактически изменяя параметры нормального функционирования какого-либо органа, вследствие чего нервная система ищет наиболее приемлемые решения для гармоничного функционирования органа. Но поскольку заданные параметры выходят за пределы возможностей декомпенсировать выделяемые нейромедиаторы, происходит сбой системы, поскольку мозг переводит орган в режим аварийной работы и подает сигнал сознанию о неисправности оборудования посредством индикации в виде боли органа или визуальных изменений, как, к примеру, псориаз или любые другие проявления заболевания. Именно таким образом продолжительные негативные эмоции приводят к хроническим заболеваниям тела и до тех пор, пока индивидуум не поймет, что необходимо перестать испытывать эмоцию, система не сможет себя отремонтировать, а возможности для саморемонта нашего тела почти не ограничены. Клетки человеческого тела обновляются в течение года почти полностью. Если внимательно рассмотреть случаи удивительного выздоровления пациентов от неизлечимых, а иногда и от очевидно смертельных заболеваний, то всякий раз мы будем наблюдать изменение мировоззрения человека, его явный духовный рост и изменение жизненных ориентиров на те концепции, что олицетворяются определением любовь. Разумеется, что при длительном течении хронических заболеваний, помимо изменения жизненной концепции, изменение мировоззрения для полного выздоровления необходимо использовать дары природы, поскольку в природе есть все необходимое для этих целей. Всевышний Отец позаботился о человеке, наградив природу таким многообразием растительных, животных и минеральных форм, и дав человеку функцию интуиции, посредством которой свыше озарены все человеческие знания в различных областях жизнедеятельности и, разумеется, в медицине. Наблюдали ли вы, как кошки и собаки безошибочно выбирают, какое растение съесть? Их интуиция точно знает, что им необходимо для выздоровления. У человека тоже такая функция врожденная есть, но далеко не каждый может ее использовать. Хотя, возможность, повторяю, есть у каждого. Все, что для этого необходимо, интуиция в чистом виде без примеси логического мышления. Логическое мышление необходимо для обработки постфактум полученных интуитивно данных и последующей каталогизации этих данных. Основа полного выздоровления заключается в устранении причины заболевания на психологическом, сознательном и бессознательном, и воздействии растительными, животными и минеральными формами на поврежденные органы. Только в совокупности возможно тотальное выздоровление и никак иначе. Остановлюсь подробно на лекарственных формах из природных компонентов. Начну с того, что фармакологические компании не придумали ничего нового. Они взяли все то, что дала природа и то, что было записано в гримуарах величайших целителей древности и посредством технологий химически синтезировали те природные компоненты, которые им удалось синтезировать. К примеру, некоторые препараты для наркоза есть не что иное, как химически синтезированная формула яда насекомых. Между химическими препаратами и их исходными аналогами есть основополагающее различие. Любые природные компоненты содержат так называемую частицу Бога, то, что мы называем душой растения, животного или минерала. Современная наука, очевидно, доказала присутствие частицы Бога во всем природном, произведенном планетой Земля. Об этом знали и врачи, и философы древности, такие как Авиценно, Гиппократ, Асклепиат, Гален и многие другие. Начиная с Древнего Египта, многие знают и по сей день. Вернемся к аюрведической чакральной системе для понимания взаимодействия систем жизнеобеспечения человек с растениями, животными и минералами. У человека есть семь энергоинформационных центров, которые называются чакрами. Обратим также внимание, что число дней недели семь, основных цветов семь, в нотной грамоте семь основных нот и семь основных планет в магической астрономии. Не правда ли? Интересное совпадение. Чакра – это энергетический объект, каждый из которых функционирует на определенной частоте, и этим определяется ее цвет, частота звука и непосредственно взаимосвязан с определенной системой жизнеобеспечения человека. Система пищеварения связана с корневой чакрой – Мулатхара. Ее цвет красный, планетарное соответствие Марс, нота – До, частота – 259 Гц. Репродуктивная система человека – чакра Сватхистхана, цвет оранжевый, планетарное соответствие Венера, нота – Ре, частота – 292 Гц. Кожные покровы и слизистые оболочки, чакра Манипура, цвет желтый, планетарное соответствие Солнца, нота – Ми, частота – 324 Гц. Сердечно-сосудистая система – чакра Анахата, цвет зеленый, планетарное соответствие Меркурий, нота – Фа, частота – 346 Гц. Эндокринная система – чакра Вишутха, цвет голубой, планетарное соответствие Юпитера, нота – Соль, частота – 389 Гц. Нервная система человека – чакра Аджна, цвет синий, планетарное соответствие Луна, нота – Ля, частота – 432 Гц. Скелетная система человека – чакра Сахасрара, цвет фиолетовый, планетарное соответствие Сатурн, нота – Си, частота – 486 Гц. Давайте обратим пристальное внимание на следующие факты. В Аюрведе и нетрадиционной медицине используют мантры на тех самых частотах, о которых я говорил, классическую музыку с несущими частотами именно указанных гармоник, цветотерапию, о которой тоже многие наслышаны, и ароматерапию, когда вдыхают пары эссенций различных растений при различных заболеваниях. Все вышеперечисленные методы существуют и применяются в частных практиках и по сей день. Простой вопрос для вашего размышления. Почему их применяют и по сей день при условии, что ортодоксальная медицина называет все эти методы шарлатанством? Кто же за все это платит и почему им это нужно? Выше я упомянул о ароматерапии. При различных заболеваниях используют различные эфирные масла. Есть очевидное соответствие, о котором мало кто знает в настоящее время. Для глубокого понимания взаимосвязи между болезнью органа, определенной системой жизнеобеспечения и растением, а также минералом, необходимо провести параллель с философией древних. Еще со времен египетских пирамид ведающие люди знали о том, что каждое растение, минерал, насекомое или животное находится под влиянием определенной планеты и стихии. Это обозначает, что каждая из этих природных форм резонирует с частотой одной из семи чакр и, как следствие, является лекарственной формой с энергетической точки зрения для соответствующей чакры и системы жизнеобеспечения человека. По такому же принципу и соответствию определяются целебные воздействия растений на физиологию тела. Здесь следует дополнить, что врачеватель должен не только знать умом, но первее чувствовать эти соответствия интуитивно, поскольку необходимо воздействовать не только на пораженные болезни органы, сколько, в том числе, на нервную систему, которая управляет биохимическими процессами этого органа и, в том числе, отвечает за регенерацию пораженных тканей. Необходимо, однако, добавить, что каждое растение, животное и минерал также состоит из четырех элементов, и один из элементов является доминирующим в каждом растении. Я говорю о четырех базовых элементах – огонь, вода, земля и воздух. Каждый орган и жидкости в теле человека также соответствует одному из четырех элементов. К примеру, кровь – стихия огонь, желчь – стихия вода, кости – стихия земля, легкие – стихия воздух. Понимание этих основополагающих взаимосвязей дало возможности целителям всех времен и народов совершать чудеса исцеления в практически невозможных случаях. Сегодняшняя статья не будет полной, если я не скажу о молитве, очищением словом, а перепрограммирование звуковыми волнами. В чем сила молитвы? Почему она в некоторых случаях исцеляет, а в других случаях не приносит никакого результата? Ответ очевиден для тех, кто понимает, что есть молитва в своей основе. Молитва – это не набор слов и звуков. Молитва – это посыл к подсознанию, подтверждение о изменении мировоззрения индивидуума, к Создателю, прощение себя и всех, на кого обида имеет место быть, благодарность Всевышнему за трудные уроки жизни, ибо без них нет никакой возможности прийти к пониманию и осознанности. Это манифестации добродетели через отказ от эгоизма, саморефлексии, лжи, жадности, лицемерия, зависти, жестокости, злобы, хитрости, тщеславия и насилия. Тотальное понимание должно быть, что корнем всех этих пороков является страх. Есть два корневых состояния человека – страх и любовь. Все остальное – производное. Страх и надежда, как сестра и брат, смотрят в будущее, которое недостижимо. Печаль и обида, как две сестры прошлого. Любовь и счастье возможны только здесь и сейчас, в настоящем, и никак иначе, о чем и говорят все мудрецы и гении. Подводя черту осознания под всем сказанным, каждый сам сделает для себя выводы о способности, возможности или невозможности исцеления любых заболеваний человека, а также об истинных причинах недугов. Открывай двери свои всему входящему и никогда не сожалей о том, что ты теряешь, ибо все по воле Господа в этом мире происходит, и нет никакой возможности у человека понять промысел Создателя. Но есть очевидная возможность изменить себя, свое отношение к мирозданию, и через это обрести гармонию, радость жизни, стабильность и спокойствие. Что вкупе объединяется концепцией счастья человеческое. Сложно человеку в суете мирской собрать воедино все понимания. В том и задача врачевателя заключается, чтобы словом исцелять человека от страхов, а делом исцелить тело от хвори. Ибо через то и приходит ум человека к счастью, а тело к здравию. Засим, дорогие друзья мои, я монолог оканчиваю. Коля есть вопросы, какие да нужда к консультациям, милости прошу жаловать. Всем до свидания. Всех целую, всех люблю, и до новых встреч. Здравия тела и ясности ума. Аз есть мсущие здесь и сейчас, делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok